Военно-патриотический клуб «Форпост» не пустует и летом. Здесь грузят в белый микроавтобус коробки с запчастями и посылки. Всё это собрали родные для военнослужащих зоны СВО. Но главный подарок – автомобиль. Его решили передать батальону «Ямал» жители города. За рулём – командир поискового отряда «Память» Олег Рожков. По пути следовательства заедем в техцентр, диагностику двигателя сделаем. Вместе загрузимся. Ещё один моец попросил забрать. И всё, дальше двигаемся. Как оно будет, так. Расчётное время двигаться спокойно, одному пять дней. Ну, как получится, не знаю. Дорога из дороги. Как и у всех, у Олега Васильевича были свои планы на лето. Но помощь нашим военнослужащим и долг перед Родиной важнее. Мне нужно было завтра, например, с семьей уезжать на отдых в Крым, на лечение, в санаторий и так далее. Администрации позвонили, попросили помочь. Ну, вот мое личное отношение. То есть, раз надо бойцам, значит, надо. Вот. Неделю занимался ремонтом этой машины. Восстановили всё, то есть, всё, что необходимо было делать. Пришлось даже в Сургут ехать с запчастями. Вот, мотался на своей машине, сделали всё. Содействие в приобретении запчастей оказала губкинская администрация. Во время поездки на Донбасс состояние «Форд-транзита» будет тщательно проверяться. По мере необходимости готовы провести дополнительные работы. Техническая состояние как бы нормальная. Ходовая нормальная, всё остальное нормально, всё работает. Все электроприборы, всё действие, что двигатель немножко там, как бы неустойчиво, чуть-чуть работает. Это дизель, есть дизель. Поэтому проверим сейчас, дизель-центр, что нужно подремонтировать. Там форсунки и так далее. Вот, сделаем и пойдем дальше. Это уже не первый случай, когда из Губкинского на передовую отправляются четырехколесные подарки. В конце прошлого года народной милиции Луганской народной республики передали два внедорожника. Будем надеяться, что для бойцов батальона «Ямал» белый «Форд-транзит» станет надежным и полезным средством передвижения в решении поставленных задач. Валерий Усманов, Александр Серебренников. Новости Губкинского.